Друзья, всем привет! С вами Мария Сеул и сегодня я в Усании. Детей я оставила дома, потому что иногда нужно отдыхать одной. Мы с подружкой. Привет! Посмотрите, какая красота на улице. Пусан мне очень понравился. То, что город на горах, это без разницы. Рядом море. Красиво. Пришли позавтракать в Париж Бакет. Короче, везде нужно одевать маски. Я сниму, а то как снимать с маской. Вот. Выбрали булочки вкусненькие. Сейчас позавтракаем, поедем дальше гулять, кататься. Мы пришли на канатную дорогу. Ух ты, как здорово, как интересно! Здесь идет строительство домов. Вообще класс! Здесь людей мало, можно снять масочку и походить без масочки. Сейчас я вам покажу море. Я очень люблю море. Смотрите, вот такой залив. Столько много пароходов. Вот она канатная дорога. Водичка. Водичка. Зато супер. Зато море. Друзья, сегодня купаться мы не будем. Сегодня мы поездим по экскурсии по Кусану. Мне очень нравится. Город очень интересный. Он на горах. Чем-то напомнил мне Владивосток. Так как я с маленького города и численность населения у нас маленькая, город ничем не примечательный. Мне кажется, может быть, и Богом забытый. Но когда я бываю в городах побольше, мне почему-то, мне кажется, что все-таки есть Боженька. И, в общем, не все сводится к тому, как у меня в Комсомольске. Есть чем сравнить. Зависти у меня как таковой нету к большим городам, что у вас лучше, там у нас хуже. Как-то, я не знаю, я независливый человек, и для меня это без разницы. Я очень рада, когда есть где-то что-то лучше. Я же тоже здесь могу побывать, правильно? Ведь это не как-то что-то закрытое, и туда невозможно прийти. Мне очень нравится, очень красиво. Красивый город Кусан. Смотрите, вот сюда приходят кабинки и выезжают. Другие по канатной дороге идут через пролив. Ой, мне кажется, вид будет просто обалденный. Конечно же, портовые корабли, так как Кусан – это портовый город. Жанон пришла, купила билеты. У нас сейчас через 20 минут, да? Да. Через 20 минут у нас это… Как она по-русски? Ты знаешь, как сказать по-русски? Угу. Кабинка. Кабинка – канатная дорога. Короче, через 20 минут мы поедем на ней кататься. Смотри, смотри, как классно. Нравится тебе? Даже очень. Очень. Где лучше, в Пусане или в Сеуле? Мне без разницы. Смотрите! город такое чувство что он поднимается на гору вверх выше выше и выше развязки эстакады здесь не так жарко как в сеуле я я иду с камерой и машины останавливаются потому что корее очень многие люди ходят с телефонами и невнимательные вот я очень рада самый счастливый человек на свете ничего себе сколько людей много у нас получается наша кабинка она полностью прозрачная она дороже чем непрозрачная так что едем блин что за маска какая-то китайская здорово кошмар так все мы прошли зону контроля привет помоечку выкинуть жвачку плюнуть рачка если у меня все хопшеньки руки руки дезинфицируют Вот это получается бюджетный вариант. И уричоги, это наш, садимся, сюда, 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 сюда садись, так, с нами еще. Смотри, ноги вот так вот, смотри. Ух ты, в кабинке нас едут 7 человек. Вот так. Уаа. Пусан очень красивый, да? Учу. Учу. Жанна, смотри, как красиво. Сзади, да? Учу. Жанна, тоже с телефоном. Учу. 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 Вот так. Учу. Учу. У нас при выходе вон там нас сфотографировали, и сейчас мы возьмем фотографии, вот такая фотография, и вот такой вот значок на память, красиво, вот получается два вот таких набора стоит 20 долларов, класс! Здесь можно выйти на улицу погулять, то есть сначала мы едем в одну сторону, вышел погулял, и потом вернуться по этому же билету обратно. Здесь, посмотрите, красиво, пойдемте, смотрите, здесь есть детские площадки. Ой, смотри, как я тебе хорошо косичку заплела! Ипо! А? Смотри, хорошая косичка! Блин, теперь таскать это в руках! Йокарни-бабай! А, здесь получается как смотровая площадка! О, смотри, здесь можно было написать что-нибудь, смотри! Берешь вот такие штуки, и пишешь, например, какие-нибудь желания, вон, видите, сколько всего написано! Здесь была Маша! О, о чем мы не взяли? Блин! И год уедеса, ё! Так, ладно, мы так тогда загадаем! Угу! 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 Так, смотрите, какая красота! Смотрите, мы сейчас спускаемся на смотровую площадку. Здесь такие... Такой вид красивый на город, на море. Боже мой, какая красота! Вау! Вон едут кабинки. Боже мой, какая красота впереди! Друзья, вы знаете, я не знаю про Корею очень много, я не знаю супер истории, но я всегда говорю по своим ощущениям. То, что я чувствую, как я вижу и как на сердце. Поэтому, конечно, мои познания в истории поставляют желать лучшего. Также русский язык я подтупливаю, это я знаю. Но мне хватает, знаете, для счастья. Вот это да! Вот это да! Вот это красота! Очень красиво! Железный мост. Видите, люди идут строго. В одну сторону спускаются. В другую поднимаются. В другую поднимаются. Ой! Ой! Ой, ёшкин кот! Юбка! Так, в юбках здесь ходить нельзя. Потому что вся юбка задралась. И капец, идешь трусами светишь. Вот, держу платье. Везде говорят объявления, что не снимайте, не фотографируйтесь, потому что вы можете упасть. Будьте осторожны и аккуратны. Заставьте их одеть маски. Юкорные, лучше бы они сказали одеть шорты! Ай! 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 Кошмар какой! Ай! Ай! Сегодня не так много людей, поэтому можно хорошо прогуляться, пофотаться и снять красивые видео. Я так думаю, что когда закончится корона и когда уже будет поспокойней, здесь будет просто не протолкнуться. Так как я уже ездила, я в десятый раз не поеду. Но с детьми бы хотела бы съездить, конечно. Очень нравится, очень красиво. Вид просто шикарный. Обязательно напитки оставлять при выходе. Нельзя с собой ничего брать для того, чтобы не пролить. Смотрите, какая красота. Что, блин, за маска такая турацкая? Нафиг эту маску. Хочется для вас много поснимать. Я опаздываю. Меня зовут, говорят, давай быстрее, быстрее, где ты? А я не могу, потому что вокруг все очень красиво. И я очень редко вырываюсь куда-то, чтобы отдохнуть, погулять. Поэтому хочется увидеть все, хочется посмотреть все, снять для вас, чтобы и вы увидели. Потому что передать эту красоту невозможно. И не так передаст телефон, не так передаст камера. Наслаждайтесь, ребят, очень красиво. Но, блин, тяжело. Ножи мои уже устали. Вот, хочется просто вот так вот идти, волочить ноги. Но красиво. Друзья, здесь все идут с масками. Обязательно носить маску. Но это просто нереально. Жарко, немного душновато. В Пусане погода немного другая. Она более суховатая. Потому что в Сеуле прям очень жарко. Из тебя прям пот течет. Вот, а здесь... Ну, вообще, я в любой жаре себя хорошо чувствую. Вы видите, у меня даже на лбу пота нет. Потому что, ну, как-то меня не бесит эта жара. Я считаю, для меня лично лучше пусть будет жарко, чем холодно. А вы как думаете, ребят? Вам как нравится? Но зиму я точно не люблю. Не люблю зиму. Не люблю холод. Я очень... Как это сказать? Короче, бесит меня, когда холодно. Ой, смотрите. Здесь люди могут отдохнуть, посидеть, покушать. Корейцы очень любят подняться на гору. Ну и, как всегда, мяу. Мяу, тебе тоже дали. Мяу. Мяу. В Корее, кстати, очень много рыжих кошек. Мяу. А сейчас мы хотим спуститься по такой горной дорожке вниз к морю. Боже мой, ну какая красота. Когда я была в Пукете, мы тоже с Миланой ходили по таким дорожкам. Вараны ползали. Блин, ребят, ну все никак не могу смонтировать влог. Обязательно сделаю. Ой, господи. Как же Боженька такую красоту-то сделал. Здесь вот такой вот мостик. Вот какая красота. Смотрите. Друзья, в Пусане мы с подругой приехали, потому что она не говорит по-корейски. Ну, может быть, знает там два-три слова. Вот. И ей нужно переводить. Она со своим парнем. Вот. Он такой молодец. Везде нас водит. Всем нас покормил. Мне ж немного неудобно, потому что... Ну, как бы я прицепом, да, с ними. Ну, я очень, конечно, благодарна за то, что он взял и меня с собой. Вот. Как-то есть такие люди, которые понимают других людей, когда ты находишься в другой стране. Вот. Таких людей найти можно. Главное, не потерять. За эти два дня я отдохнула. Но в гостинице я вообще не могу спать, потому что это... Ну, это чужая кровать для меня, чужая подушка. И мне очень тяжело спать в других местах, поэтому спала мало. Посмотрите, какой вид сзади. Знаете, даже иду и не знаю, что вам рассказать. Ни про Корею, ни про Пусан. Просто иду и наслаждаюсь красотой. Ну, кое-что о Пусании я, конечно, знаю. Я знаю, что это по величине второй город после Сеула. То есть это, можно сказать, как вторая столица, да? Как для России, Санкт-Петербург и Москва. Не вижу. Ну, и обратите внимание, как я загорела, как я обгорела. Все ноги, а плечи. Вообще, вот я несу сумку. Капец, конечно. Смотрите, вот мы вышли к смотровой площадке. То есть, получается, мы обошли вот так вот. Вот мы вышли оттуда, вот так обошли. И сейчас опять спускаемся вниз к канатной дороге. Все так облагорожено, ребят, чисто. Нету помоек, между прочим. Не валяются ни сигарет, ни стаканчиков пустых. Ни каких-то конфетных оберток, ни трубочек, никакого пластика. Трещат мэми. Они начинают трещать с пяти утра, наверное, как только солнышко начинает всходить. И они начинают трещать. Это вот такие большие мухи. Вот опять, смотрите, вышли к смотровой площадке. Я за 20 лет в Корее первый раз вот так вот гуляю по Пусану. И смотрю его красоты. Это первый раз в основном Сеул и близлежащие города. Очень красиво. Обязательно и настоятельно рекомендую тем, кто приедет в Пусан как турист и хочет посмотреть всю красоту, вам сюда. Сейчас мы идём обратно до канатной дорожки. Вон. И где они тут, эти штуки? Друзья, я хочу вас попросить, чтобы вы побольше писали комментариев. Обязательно ставьте лайки. Потому что, если вы будете активны, то наше видео будет продвигаться в топ. И больше людей о нас узнают. И канал наш будет расти. Развитие канала в очень большой степени зависит от вас. Поэтому я буду стараться делать для вас интересный контент, показывать всё, рассказывать. По мере возможностей буду снимать детей. Потому что, ну, возраст сейчас такой, дети хотят заниматься своими делами. И не делать то, что просит мать. Поэтому буду всем очень благодарна. И обязательно, когда вы приедете в Корею, соблюдайте всё-таки правила другой страны. Так как со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Не перерекайтесь с ними. Старайтесь с ним говорить. Я ничего не знаю. Вот. Ну, сужу по себе, да? Вот. Если вам сказали одеть маску, оденьте маску. Если вам сказали не сорить, не сорить. Если вам сказали не фотографироваться, не фотографируйтесь. А Жанон постоянно разговаривает по телефону. Вон у неё дочка. Дочка ей там звонит. Вот она постоянно, дочка, дочка. Можанка. Иди скажи привет. Привет скажи. Привет. Так, немножко непонятно, зачем динозавры. Мы опять поднимаемся в вагончик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ещё приехали. Сразу мы вышли, садятся другие люди. Едем дальше. Ну, гляньте, какая машина. Прям модная. Вся блестит. Прям аж глаза болят. Ю-ху. Ой. Плёнка. Это плёнка. Мы сейчас пришли в другое место, в другой парк. Это памятник врачам. Вот когда была война, они помогали больным, лечили их. Вот так. Пойдём туда по дорожке, по тропинке. Очень солнце печёт. Я вообще охреневаю, ребят. Туалеты. Можно пойти пешочком. Немного. Но вообще, если идти нормально, то 40 минут туда, почти 30 минут обратно. Капец. Мы находимся в Тэйджунде, Ю-уан-Ди. Мы решили пойти пешочком. Людей. Людей очень много. Что я ради вас не сделаешь, ребят. Ужасно жарко. Я вся сгорела. Смотрите, какая я краснючая. Боже мой, какой запах с моря, ребят. Пока иностранцев прям очень мало вижу. Сеул я весь видела. Везде побывала. Но я не была в Королевском дворце. Там, где жил раньше король. Представляете, столько лет живу в Сеуле. Ни разу не видела. Но Пусан, конечно, классный. То, что море рядом. Это здорово. Это супер. Я, наверное, в прошлой жизни была какой-нибудь кореянкой. Или жила рядом с морем. Потому что мне очень нравится. Смотрите, какие крутые обрывы. Вон, и там море. А там буддийский храм. Практически на каждом углу есть, где набрать водички. Питьевая вода. Горная, наверное, из горных источников. Блин, ребят, если честно, я подустала. И у меня очень болят плечи, потому что я сгорела. Вон, видите. Сейчас вот мы когда шли на другом пляже. Вон, видите, я еще больше сгорела. Короче, но я солдат. Я иду. И let's go. Конечно, телефон я забрала. Ребят, в Корее еще люди в возрасте, бабушки и дедушки, они очень много двигаются. Вот берут, одевают вот эти вот кроссовки, рюкзаки, берут с собой попить, обязательно поднимаются в какую-нибудь гору, потом спускаются с этой горы и чувствуют себя умиротворенными, потому что они ум джигесо. То есть по-корейски ум джигесо, это значит, что они подвигались. То есть движение – это жизнь. Естественно, по себе я тоже заметила. Чем больше я лежу на кровати и ничего не делаю, тем больше у меня болит спина. И не хочется вообще ходить. А сейчас просто... Ну, сейчас просто мне супер, мне здорово. Смотрите, там море. Народа не так много, как кажется. Все как-то уже разошлись. Вот. И это просто классно. Просто идешь, смотришь на всех. Многие еще спрашивают, не ложатся ли в штабелями мужчины. Смотрят и проходят мимо. Вот. Потому что, ну, это, наверное, я не думаю, что это будет прилично, например, там спросить номер телефона или познакомиться. Ну, а может быть, я выгляжу, извините, как несвободная женщина. Вот, как такая женщина, да, может быть, ничейная. Ну, в общем, их не проблема. Я не говорю, что я какая-нибудь там мужа-ненавистница или там я не люблю мужчин и людей. Я люблю мужчин, я люблю людей. Вот. Я такой же человек. Мне не нужны, мне не нужен сыночек. Мне нужен мужчина, который будет за мной. Который лечит все мои проблемы. Вот. Кончатся проблемы, я создаю новое. А я же девочка. Вот. Так, по-моему, мы пришли уже на высокую точку. Так, вот мы поднялись на смотровую площадку. Ух ты, какой вид. Смотрите. О, Боже. О, Боже. Видели, да, какая красота? По-корейски это сказать мощи со. То есть очень красиво. Это просто словами не передать. Я не знаю, как правильно сказать мощи со, но это офигенно. Просто обалдеть. С одной стороны, конечно, блин, море страшное. Ты представьте, вот так вот уплывешь куда-нибудь и все. И тебя же, блин, не найдут. Смотрите, краники с питьевой водой. Есть. Ну-ка, ну-ка, обольюсь. Могу же облиться. Эй! Вот, вот так. Чик, и попил. Воду пить можно. Господи, какая красота. Да. Сегодня прям настоящая экскурсия по Пусану, по, именно, по морю, по морским вот этим вот дорожкам. Ну, класс. В моем городе моря не было. У нас речка Амур, в которой мы всегда купались. Сколько? Да скольки, наверное, лет до 12. Вот. Пока... Как можно вот спокойно пройти? Ну, вот как. Пока нашу речку не засрали. Сейчас мы, получается, находимся на пике этой вершины. Мама держит детей, чтобы они не кончали жизнь самоубийством. Здесь раньше очень много людей прыгало, и, ну, в общем, убивались люди. Сейчас здесь делали смотровую площадку. Вон, видите, здесь очень крутой склон. Господи, вы не представляете, прям, какие ощущения, прям, так высоко. О, бедные люди. Сейчас вон туда отойду. Вон, видите, как похоже. Здесь очень крутой склон. И очень много было самоубийств. Друзья, конечно, место немного жутковатое, потому что такие смешанные чувства в душе, понимая, что здесь только погибло людей, которых довели до самоубийства, которым было тяжело жить, и они решили, что лучше не жить, вот, чем уже так, как они жили. И очень как-то тяжело на душе. Поэтому не делайте такого, люди. И умирали, разбивались оскалы. Вот. И памятник впереди этого склона означает, что люди, и вы вспомните, что вы все-таки... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Страшно. Жизнь – это прекрасно. И ничего не даётся в жизни просто так. Нужно всегда работать и стремиться к лучшему. Вот такой вот утёс с очень печальной историей. Так, экскурсия по этому месту закончилась. Мы будем уже спускаться вниз. Друзья, вроде бы я сняла всё, что хотела. Всё показала, всё рассказала. Я надеюсь, вам понравилась прогулка со мной. Обязательно напишите это в комментариях. Ставьте лайки. Ну и дизлайки, если вам что-то не понравилось. Подписывайтесь на наш канал, на Инстаграм, на ТикТок Миланы. И также обратите внимание, что есть кнопка спонсорства, которая будет давать привилегии спонсорам. Они могут смотреть раньше наши влоги, перед публикацией. Либо также я могу отправлять сториз, фотографии. То есть привилегии будут. И также отдельно будут ставиться комментарии под видео. Мы будем вам очень благодарны, если вы будете нашим спонсором и поможете в развитии канала. Всем спасибо, всех люблю и целую. Мам-мам. Я ещё никогда в жизни не видела такого красивого моря, ребят. И такого большого моря, и столько кораблей. Это просто вау. Я люблю тебя, Пусан. Субтитры создавал DimaTorzok